Итак, давайте знакомиться. Ангелина Аверьянова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Вместе с юным помощником. С юным помощником Артемом. Да. Итак, мы сегодня говорим о безопасности. Ну, рост дорожно-транспортных происшествий идет вверх, да, к сожалению, поэтому стоит на это обращать внимание. Помните про правила не только тем, кто за рулем, да, но и кто является пешеходом. Начинайте. С чего мы сегодня стартанем? Здравствуйте. Еще раз всем доброе утро. Мы сегодня начнем разговаривать про пеших участников дорожного движения, конкретно остановимся на маленьких пешеходах. К сожалению, у нас происходят, да, в Крыловом центре дорожно-транспортные происшествия. За январь текущего года уже произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних. Одно из них по собственной неисторожности несовершеннолетнего. То есть мы делаем вывод о том, что не всегда у нас водитель неправ, пешеходы также нарушают правила дорожного движения. Поэтому разберем некоторые ситуации, Артем нам в этом тоже поможет. Первая ситуация, да, у нас это такая дорожная ловушка, которая случается на пешеходном переходе. Это когда у нас, да, транспортные средства, как мы видим, да, например, едут, движутся. И одно транспортное средство останавливается, второе продолжает движение. Я всегда вот этого боюсь, особенно если вот кто-то бежит, и ты притормаживаешь, даже если не пешеходный переход, а просто, ну, бывает же, кто-то вот побежал, да, и ты притормаживаешь, и у меня прям сердце замирает, потому что думаю, я-то остановилась, его вижу, а вот этот. Да, действительно. Поэтому пешеход, прежде всего, да, не должен создавать тоже помех для транспортных средств, должен убедиться при переходе дороги в безопасности своего перехода. И также оценить приближающееся расстояние, да, автомобилей. Так, поскольку тоже выбегать на проезжую часть, и видя, что автомобиль просто-напросто не успеет затормозить, это тоже неправильно. Просто проблема в том, что дети-то как раз не очень способны оценить там скорость автомобиля, скорость его приближения. Конечно, конечно. Поэтому лучше, да, дождаться и увидеть безопасное расстояние, когда автомобиль далеко, и ты точно уверен, что все будет в порядке, ничего не случится. Это у нас первая ситуация, это такая дорожная ловушка, ситуация мнимой, да, безопасности, когда мы думаем, что все в порядке, но может быть не так. Вторая, да, ситуация, это у нас, то есть, также, да, пешеходный переход. Тоже, да, необходимо убедиться в безопасности, поскольку иногда светофор, да, показывает разрешающий сигнал светофора и для пешеходов, и для водителей. Иногда для водителей горит дополнительная секция, да, как мы знаем, стрелочка, которая показывает, что водитель может двигаться и пешеход. Вот у нас есть такие места в Красноярске, и зачастую пешеходы, думая, что у них горит зеленый сигнал светофора, ну, не обращают внимания, да, что водитель может завернуть. Конечно же, пешеход здесь имеет преимущество, но главное – здоровье, да, поэтому… Главное смотреть по сторонам, но этому моменту могут мешать и наушники, например, да, вот я вижу, и, например, телефоны, да, в которые мы часто, уткнувшись, идем по дороге, ладно, там по какому-нибудь проспекту, да, где, ну, или там во дворе, но когда по оживленной улице, конечно, тут стоит быть внимательным. А есть ли еще наушники и сверху капюшон? Конечно, сейчас вот мы продемонстрируем, да, наглядно с Артемом. Артем сейчас у нас наденет наушники, поскольку сейчас, да, у нас зима, зачастую дети, да, берут наушники, надевают капюшон, надевают капюшон. Полное обмундирование. Полное обмундирование, и начинают переходить дорогу. Угу. И еще иногда смотрят свой гаджет, да, это примерно происходит вот таким образом. Слезливо. Да, и действительно, то есть у нас капюшон ограничивает… Да, Артем сам, наверное, понимает, что капюшон нам ограничивает, да, обзор, телефон нас отвлекает внимания, тем более, если мы еще с кем-то разговариваем, переписываемся, современный мир, конечно. Поэтому что необходимо сделать, Артем, перед тем, как перейти дорогу? Снять наушники, снять капюшон и убрать телефон в карман. Да, абсолютно. Либо поставить звонок на удержание. Да, правильно. Перед тем, как переходить дорогу, да, даже без светофора, в любом случае, даже переходя, там, дворовой проезд, необходимо избавиться от вещей, которые отвлекают наше внимание. И номер три – это как раз тот самый двор. Да, и номер три – это тот самый двор, да, проблема тоже такая действительно распространенная. Здесь мы нарисовали арку, да, то есть когда пешеход выходит, он тоже иногда не выглядывает, у нас тоже создается ситуация, когда мы думаем, что мы в безопасности, мы выходим с арки и рядом подъезжают автомобили. Зачастую такие дорожно-транспортные происшествия происходят. Но стоит, наверное, еще напомнить про автобус, который нужно обходить, но впереди его нельзя обходить, да, потому что это тоже проблема. Да, вообще это тоже проблема, но сейчас нам автобус нельзя вообще ни обходить ни спереди, ни сзади. Автобус должен подъехать к остановке общественного транспорта, мы должны дождаться, когда он отъедет, и затем только осуществлять движение. Обходить нам его строго запрещено. Все, будем знать. Это какие-то поправки? Я просто не знала о том, что сейчас автобус нельзя обходить, я всегда знала, что только сзади. Да, автобус мы сейчас не обходим. Ну вот так, все, знаете, и товарищи взрослые, и еще раз, лишний раз своим детям расскажите, что только внимание на дорогах, да, поможет сберечь им и жизнь, и от каких-либо плохих последствий. Я напомнила бы это не только, чтобы родители детям, а самим родителям, уважаемым взрослым, которых, мне кажется, это, как говорят, не воспитывая детей, воспитывая себя, да, потому что огромное количество взрослых делают вот ровно так, как сейчас продемонстрировал Артем. Наушники с музыкой или капюшон, и вот она или он, и пошел, и пошел, иногда даже ни на пешеходном переходе, ни на светофоре. Просто такое ощущение, что человек из клуба самоубийц. Вот, если бы Евгения не была водителем, а пешеходом, она бы вам наверняка показала пример, как надо передвигаться по дорогам. Но, цель ави, как говорится, вам большое спасибо за то, что с утра пораньше пришли. Англия Амерьянова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, была у нас сегодня в гостях. До новых встреч, будем ждать. Спасибо. До свидания. До свидания.